В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгске» в студии Людмила Перминова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новоколонный, помощник президента России Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих и губернатор Александр Дрозденко. Впечатления самые позитивные. Для Ленинградской области это дополнительная экономическая выгода. Ожидается, что региону удастся привлечь инвестиции на 10 миллиардов рублей. Очень хорошая трасса, безопасная, освещенная. Самое главное, эта трасса позволяет очень быстро доехать из Санкт-Петербурга до Москвы. А самое главное для нас, для Ленинградской области, то, что Тостинский район получает новую точку экономического роста. Не случайно мы рассчитываем, что в ближайшие 10 лет только благодаря этой трассе Тостинский район привлечет более 10 миллиардов инвестиций. А инвестиции – это и новые рабочие места, и новые социальные проекты, и многое-многое другое. Дорогу, соединившую два мегаполиса, называют самым масштабным федеральным инвестиционным дорожным проектом в истории современной России. Проезд по М11 платный, бесплатная альтернатива – М10 Россия. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, в дороге обсуждались несколько важных для Ленинградской области проектов. Во-первых, это строительство двух мостов через Волхов и через Сфирь. Это, конечно же, строительство развязок в районе новых городов на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это и Муринская развязка, и последующая Кудровская развязка. Также мы говорили о реконструкции Токсовского шоссе. И также мы говорили о том, что необходимо строить еще одну новую дорогу, новую трассу. Она будет отдельно обсуждаться в следующем месяце. Это трасса, которая должна соединить несколько федеральных дорог, а именно трассу Киев, трассу Кола, трассу Сартовал и трассу Скандинавия между собой. Эта дорога будет в том, что проходить через Северский район. Что касается содержания областного дорожного фонда, в 2020 году регион планирует потратить на эти цели более 10,5 миллиардов рублей. В числе прочего запланировано начало капитального ремонта трассы Красносельская-Правдина в Выборгском районе и реконструкция очередного участка трассы Огоньки-Стрельцова-Толоконникова. Ровно 80 лет назад, 30 ноября 1939 года, началась Зимняя война. Ее исход позволил стране Советов отодвинуть финские границы от Ленинграда. За это Советский Союз заплатил огромную цену – почти 50 тысяч погибших. Без вести пропавших бойцов находят и по сей день. Останки более сотни солдат, погибших во время Советско-Финляндской войны, найдены на территории воинской части в поселке Каменка. Захоронение было обнаружено случайно – при прокладке водопровода. Было принято решение главы администрации Выборгского района о том, что данное захоронение будет перенесено на существующее. Захоронение номер 70. И вот с начала октября здесь начались работы по подъему останков. У некоторых военнослужащих были обнаружены наши советские монеты, очки, компас, карандаши химические. Работы здесь ведутся силами поисковых отрядов «Красный выборжец», «Исток» и «Советский патриот». Помимо останков в братской могиле были обнаружены фрагменты ампул и медицинские шины, что дает повод предположить, захоронение было госпитальным. Несмотря на то, что личных вещей при солдатах почти не было, для опытных поисковиков установить время их захоронения не составило труда. По версии поисковиков, госпиталь, располагавшийся здесь в 1939 и 1940 годах, вероятно, был палаточным. Находился он довольно близко к линии противостояния, поэтому раненых и погибших здесь было невероятно много. Тела разные попадаются, какие целые, у каких вот руки, ноги переломаны. Вот видите, рука, рука сломана. У некоторых ребра поломаны, у некоторых черепа раздавлены, видно, как после взрыва. Некоторые с шинами попадаются, то есть на руки, на ноги шины наложены медицинские. Прямо с этими шинами совсем. У некоторых дырки прямо в черепе. И один попался с трепанацией было, то есть вскрывали, видимо. Это, да, госпитальное захоронение, потому что они все как бы голые, без обмонтирования, без ничего. Видно, как в госпитале лежали в нательном белье, так их и похоронили. С начала раскопок на территории воинской части было обнаружено уже семь братских захоронений. Из каждого извлечено до трех десятков бойцов. Помимо умерших от ран в госпитале, есть тут и те, кто попал сюда прямиком с поля боя. Подсумка с патронами, 7,62, винтовочные патроны. Ну, не использованные, они еще целые. Они даже в забодской упаковке, даже никто не распаковал. Не успели стрелять. Так и похоронили. Видно, что бойца с поля боя убитого привезли. В 41-м началась Великая Отечественная война. В этих местах шли бои, и братская могила была утеряна. Однако восстановить информацию о ней можно. Поисковиками уже сделан соответствующий запрос в архив военно-медицинских документов. Кроме того, уже известно и о других, более поздних братских захоронениях. Здесь стояли ТЛИ 70-й, 100-й и 123-й дивизии. Начиная с декабря 1939 года по февраль, до конца февраля 1940. Мы знаем, что еще делали захоронения в июне 1940 года. Поэтому я думаю, что здесь работа еще не прекращена. По словам сотрудников воинской части в Каменке, останки солдат и военной амуниции лежат не только глубоко под землей. Ежегодно в окрестных лесах и полях местные жители делают все новые находки. Каждый житель даже гарнизона может, выйдя в поле, собирать грибы, может нарваться на остатки захоронения, на патроны, на каски. Это сплошь и рядом у нас до сих пор. И, конечно, поэтому, общаясь с нашими детками, особенно я, с юноармейцами, я часто их об этом предупреждаю, что оружие – это не для детей. Если в случае обнаружения, обязательно сообщать нам, взрослым людям. По окончании раскопок, все найденные останки будут перенесены на мемориальное захоронение. А поисковые работы будут продолжаться. Ведь, как сказал великий полководец, война не окончена, пока не похоронен последний солдат. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открыть движение автотранспорта по крепостному мосту в Выборге планируют 28 ноября. Об этом сообщают в Комитете дорожного хозяйства Выборгского района. Работы, которые стартовали еще в конце октября, завершаются. По муниципальному контракту подрядная организация привела в порядок деформационные швы. Сейчас строители убирают мусор, после чего движение по мосту будет открыто. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От стратегии к проектам сферы гостеприимства. Международная конференция по туризму прошла в Выборге с участием представителей отрасли из России и Финляндии. В первую очередь стороны обсудили стратегию развития туризма в Российской Федерации. Документ, рассчитанный на ближайшие 15 лет, был принят в сентябре этого года. По новому сценарию начал работать и Выборгский район. Наши проекты, которыми мы планируем ее реализовывать на территории Выборга, Выборгского района, для усиления привлекательности нашего района, нашего города, для повышения интереса к нашему прекрасному городу и красотам нашего района. Ну и надеемся, что в результате проведения мероприятия мы получим большую обратную связь, обмен мнениями и продолжим нашу традицию. В ходе конференции участники обсудили итоги туристического сезона в текущем году, реализацию программ в ряде поселений наиболее интересных с точки зрения развития туризма и проекты реставрации исторической части Выборга. Опытом с коллегами поделились успешные предприниматели, работающие в этой сфере. Гости из Финляндии представили публике свои зимние программы и выразили надежду на укрепление сотрудничества. Нам очень интересно вновь принять участие в международной конференции, представить свои туристические проекты и послушать, что нам могут предложить представители Выборгского района и Ленинградской области. Мы считаем, что у нас очень много общего с Выборгом именно в туристической сфере. Представители Ла Пенранте рассказали о проекте «Туристический коридор Санкт-Петербург-Сайма», одобренном Европейским Союзом. Он подразумевает как привлечение туристов из Петербурга и области в Финляндию и наоборот, так и возможность продвигать регион на рынках других стран. Мы хотим объединить туристический потенциал Петербурга и Ленинградской области и региона озера Сайма. Сейчас идет большая работа, и уже с марта мы будем представлять новые туристические продукты, потенциал очень хороший. Мы надеемся на плодотворное взаимодействие. Участники конференции отметили развитие экологического, фермерского, гастрономического, делового туризма и закрепили намерения регионов развивать взаимовыгодное сотрудничество в туристической сфере. Читальный зал областного архива в Выборге закроется для посещения, но ненадолго. В здании ведутся работы по демонтажу исторического напольного покрытия. Плитка была уложена еще при строительстве, и спустя 85 лет ее изношенность достигла критической отметки. К такому выводу пришли эксперты. Специалисты, архитекторы, реставраторы отметили изношенность полов, трещины, повреждения, утраты. И высказали предположение о том, что рекомендации, что полы следует заменить. По проекту покрытие должны заменить полностью. Но сейчас ведутся переговоры о том, чтобы оставить небольшой фрагмент существующей плитки. Это позволит посетителям представить, как изначально выглядел пол в читальном зале. Плитка, которая будет здесь укладываться, она также обозначена в проекте. Это ПВХ-плитка, устойчивая к износу. Так что я думаю, что читальный зал выйдет после реставрации преображен. Цвет оранжевый и темно-серый, черный. То есть близкие очень к тому цветовому решению, что и было изначально. Но дело в том, что то, что мы видим сейчас, тоже выцветшая плитка. Работы в читальном зале архива планируют закончить в течение двух недель. В остальных помещениях напольное покрытие со временем также будет заменено. Память героев Великой Отечественной войны увековечат в Выборге. Завершается сбор материалов для создания фотопанно «Бессмертный полк». На данный момент в базе более 2750 снимков фронтовиков. Из них будет составлена мозаика, которая сложится в картину. Вероятнее всего, это будет снимок, сделанный в июне 1944 года на Красной площади Выборга. Еще есть время стать участником проекта. Размещайте фотографии ваших воевавших родных или знакомых в специальном разделе на сайте районной администрации до 1 декабря. Продолжается сбор материала. Это фотографии, данные о тех героях, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войне. Те родственники, которые ныне проживают на территории Выборгского района. И хочется поблагодарить за активность жителей Выборгского района. Если есть возможность, уважаемые жители Выборгского района, еще дополнить участников «Бессмертного полка», то, пожалуйста, проявите активность, и эта неделя есть для Вас. Окончательное решение о том, где будет размещена конструкция размером 4,5 на 7 метров, примет 28 ноября Совет по топонимике. В качестве основного варианта рассматривается сквер на пересечении Ленинградского проспекта и проспекта Ленина, рядом с домом купца Сергеева. Там фото панно будет находиться ориентировочно до августа 2020 года. Затем его планируют перенести в сквер Победы. Его разобьют на пересечении проспекта Победы и улицы Гагарина. Дню города Выборга, который традиционно отмечается в середине августа, планируется реконструировать пересечение улицы Гагарина и проспекта Победы, реконструировать это место и разбить красивый сквер, куда будет перенесено это фото панно, а скверу присвоить имени Сквер Победы. Тем, кто не может загрузить фотографии на сайт самостоятельно, готовы помочь в библиотеке «Алта» и библиотеке «Нарубежные-18». Россия, Финляндия на перекрестках истории. В Приморском краеведческом музее научная конференция собрала ученых из двух стран. Мероприятие прошло при поддержке правительства Ленинградской области. Уже пятый год подряд здесь собираются исследователи, краеведы, научные сотрудники ведущих музеев, все, кто беспокоится о судьбе Приморской кирхи. Уникальный памятник архитектуры отмечают в этом году 115-летие. На этот раз организаторы значительно расширили круг рассматриваемых тем, не ограничиваясь только историей бывшей Лютеранской церкви. Мы набрали много информации по зданию. Сейчас, когда говорится о том, что здание будет реставрироваться, когда собираются жемчужинки истории этих мест, мы проводим эту конференцию уже под эгидой Россия-Финляндия на перекрестках истории. И, конечно, уделяем большое внимание, конечно, зданию кирхи, но как жемчужинки собираем самые-самые разные интересные факты об истории Койвиста, Приморска. Ученые рассказали гостям конференции об истории этих мест, начиная с Каменного века и до наших дней. Например, научные сотрудники Петербургской кунсткамеры уже не первое десятилетие посвящают свои труды Карельскому перешейку. Здесь же такой транзитный путь проходил с Балтики на Ладогу и дальше в Карелию, Финляндию. И, конечно, на этой территории большое сосредоточение как на самом деле объектов археологии Каменного века, так и позднейших эпох, с эпохой викингов, средневековьем. В общем, это все очень богатые археологическими материалами территории. Ученые из России и Финляндии помимо докладов представили публике уникальные фотографии и документы. Коллеги оценили глубину исследований и выразили надежду, что совместную работу по обе стороны границы удастся продолжить. Нам кажется, что эта конференция очень важна именно потому, что связи с нашим соседом Финляндии для Петербурга исключительно важны как в культурном, так и в историческом плане. Но для нас еще очень важен гуманитарный план. Поэтому я надеюсь, что сегодняшняя конференция будет очень полезна для обеих сторон. И мы еще не раз вернемся к тем темам, которые сегодня будут обсуждены на конференции. В Приморском краеведческом музее рассчитывают привлечь финансирование, чтобы издать сборник докладов, представленных на конференции. Тогда открытые ранее неизведанные страницы истории Ленинградской области станут доступны для всех интересующихся историей родного края. Фермеры Волховского муниципального района активно участвуют в развитии сельских территорий района. На учете в налоговой инспекции по Волховскому району состоит 51 крестьянское фермерское хозяйство. Из них 18 пользуются мерами государственной и муниципальной поддержки. Основные виды деятельности фермерских хозяйств – молочное и мясное животноводство, кролиководство, птицеводство, пчеловодство, овцеводство, овощеводство. Активно развиваются крестьянские фермерские хозяйства в Кисельнинском, Усадичинском сельских поселениях. Поголовье в крестьянских фермерских хозяйствах района ориентировочно составляет крупнорогатый скот – 202 головы, в том числе коров – 112. Птицы всех возрастов – 11,3 тысячи голов, кроликов – 4,9 тысячи голов, коз и овец – 261. Крестьянские фермерские хозяйства Волховского района активно принимают участие в ежегодной агропромышленной выставке-ярмарке «Аграрусь», а также в региональных мероприятиях «День области», «Фестиваль фермерской еды свое» и ярмарках местных сельхозпроизводителей. Без поддержки фермеру, да и крупным предприятиям сложно добиться серьезных и стабильных результатов. В целях реализации государственной социально-экономической политики Ленинградской области в сфере развития сельского хозяйства действует областная госпрограмма по развитию сельского хозяйства. В рамках этой программы за период с 2013 по 2019 годы на развитие крестьянского фермерского хозяйства фермеры Волховского района получили 16 грантов на общую сумму 60,7 миллиона рублей. Крестьянское фермерское хозяйство Андрея Владимировича Грибко прошло регистрацию в апреле 2015 года. Основной вид деятельности – разведение птицы. Кроме того, фермер занимается разведением молочного крупного рогатого скота, разведением овец, коз. Ферма находится у деревни Березия в Волховском районе. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Грибко Наталья Викторовна. Являюсь членом КФХ Грибко. Ферма называется Хутор Грибко. Значит, занимает она 4 гектара. В хозяйстве у нас имеются коровы, бараны, козы, куры, гуси, утки, перепелки, кролики. Расскажите, как давно вы занимаетесь хозяйством? Именно официально КФХ у нас открыта на протяжении 5 лет. А идея возникла в районе 7 лет назад. Так как маленький ребенок аллергик, и пришла идея заниматься своим натуральным хозяйством. И выращивать все это. Чтобы без всяких добавок, без лишних компонентов. Да, без добавок, без ГМО. Чтобы все было натурально, а не то, что можно сейчас купить в магазинах. Ну и давайте пройдем. Покажите нам ваше владение. Ну да, можно пройти, я вам все покажу. Ну вот здесь у нас находятся и содержатся козочки. То есть те, кто у нас скоро окоты и малыши совсем. Бараны тоже здесь же проживают. Курицы находятся в другом месте совершенно. Там курятник, цыплятник и крольчатник для маленьких кроликов. Сейчас здесь находится 25 коз, от которых мы ждем потомства. Совершенно, ну совсем скоро, к Новому году у нас уже будут маленькие козочки. Ну это совсем малыши. А породистые козы англо-нубийские и чисто нубийские по документам у нас находятся в другом совершенно сарае. И пони проживают тоже в другом сарае. Да, люблю. Девочку мою. Сыноваться любят? Да. А у меня все, у меня все коровы ручные, у меня все ручные. Да, мы всех любим и они нас любят. Коз выращивают на экологически чистых продуктах. В рационных питаниях входит сено, вода, зерно, пшеница, кукуруза. Комбикорм дают только коровам. Породы мы выбираем, занинские козы у нас для сыроварения. Как бы мы производим очень много сыров в своей сыроварне. Их выбирали именно качество молока, жирность молока и количество молока. А нубийские, ну это совершенно другие козы, совершенно другое молоко. И оно очень отличается на вкус совершенно. То есть ребенок даже, который никогда не пил молоко и не будет его пить, отказывается от нубийских коз, он будет пить. Потому что вкус – это сливочное мороженое. В мае 2019 года в хозяйстве случился пожар, который нанес существенный ущерб. Сгорело очень много животных, в том числе вся птица. Владельцы фермы до сих пор восстанавливаются. Птица сгорела вся подчистую. То есть те курицы, которых мы наблюдаем, это уже выведены заново. Ну, скупалось яйцо, выводилось. Вся птица заново. Погорело очень много фазанов породистых, куриц породистых, индюков. Сгорели козочки маленькие, породистые. Сгорели телята. Следующая проблема, с которой мы сейчас столкнулись. У нас большое, мы ждем поголовье коров, телят. И опять же новый двор надо строить. Ну, селить куда-то всех. Мы, конечно, ждем, переживаем очень по этому поводу. Ну, думаем, справимся. В 2018 году от комитета АПК Ленобласти хозяйство получило субсидию на развитие семейной животноуческой фермы – 7,5 миллионов рублей. В соответствии с планом расходов, она предоставлена на строительство и комплектацию животноуческой фермы, в том числе на приобретение животных, коров, техники, а также на реконструкцию и оборудование цеха сыроварни. Наталья, вот расскажите, как вы получили грант на развитие семейной животноуческой фермы? Сложностей в оформлении документов не было никаких. Это на самом деле так. То есть мы все оформили очень быстро. Документы собрали тоже очень быстро. Участвовали мы, не знаю, это все произошло шутя. Вот, как-то. И все мы построились, все полностью сыроварню, двор. Все мы трактор купили. Это тоже все у нас получается с гранта. Расскажите, сколько работников у вас здесь зарегистрировано? Три человека. У меня работают две доярки и один скотник. Девочки работают у меня посменно. И скотник постоянно практически здесь. То есть у него шестидневка. Не пятидневка, а шестидневка. Как они, работники довольны? Ну да, они работают уже, ребята, много лет. То есть ни год, ни два. Ребята работают, девочки работают по четыре с половиной года. Одна девочка четыре года. А скотником работает очень грамотный молодой человек. В районе пяти лет он уже работает. Ну, приходим к восьми, начинаем чистить, доить коров. Потом уже дальше идем курицам, цеплятам, перепелятам. Коздоим. Ну, выпускаем на улицу, пока вот тепло. В 2017 году крестьянское фермерское хозяйство «Грибко» было признано лучшим в Волховском районе. Владельцы хозяйства благодарят комитет по АПК Ленобости за поддержку. Если бы не грант, после пожара мы бы не выжили. Да, на самом деле мы бы не стали ничего устроить заново. Вот, ну, стали. Сделаем еще лучше, обязательно. На сегодня это все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова